МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 39-го канала Городские подробности. Программа для тех, кто желает быть в курсе местной жизни. Спонсор сегодняшнего выпуска Радио Шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон в Анапе. Радио Шансон. Сегодня вы узнаете в подробностях. После понуждения полицейскими к сексу несовершеннолетний начальник Анапского ОМВД отстранен от службы. Губернатор Кубани призвал муниципалитеты брать пример с Анапы по работе с инвесторами. Юрия Полякова наградили медалью Министерства обороны России. Из-за пожара пристройки на улице Стахановской, 13, едва не загорелся многоквартирный дом. Анапчанин завоевал золото мирового первенства. В Казахстане состоялось первенство мира по рукопашному бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Об этом и не только сегодня в нашей программе. Анапская полиция снова прогремела на всю Россию. Начальник Анапского отдела МВД отстранен от работы после сообщения о возбуждении уголовных дел в отношении двух его подчиненных. Их обвиняют в том, что на пляже они обнаружили 17-летнюю девушку и предложили ей сексуальный контакт с ними вместо привлечения ее к административной ответственности. Девушка была вынуждена согласиться. В пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю сообщают, что эти полицейские также уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также сообщается, что потерпевшая оказалась спортсменкой, которая находилась на море в тренировочном лагере. По данным местных информационных ресурсов, она по возвращению с пляжа рассказала о случившемся тренеру, а уже он сообщил в полицию. Мы следим за развитием событий. Я хочу сказать, что эти негодяи обязательно понесут суровое наказание. Но мы все должны знать, что у нас в Анапском отделе работает около 800 человек. Среди этих людей есть профессионалы, хорошие сотрудники, которые проработали не один год. Я бы не хотел, чтобы бросалось в тени за каких-то негодяев, подолгов на всю полицию, которая у нас в городе. И сегодня наша полиция занимает одно из первых мест в крае по своей работе. И вот такой вопиющий случай. Губернатор Кубани призвал муниципалитеты брать пример с Анапы по работе с инвесторами. Глава региона Вениамин Кондратьев провел в режиме видеоселектора совещание об исполнении майского указа президента на Кубани. В его работе в Анапской студии принял участие глава города Юрий Поляков. Подробности далее в сюжете. Губернатор подчеркнул, что строительство всех объектов в рамках нацпроектов должны лично контролировать не только главы территории, но и руководители профильных министерств. Национальные проекты – это наша общая ответственность. Особое внимание необходимо уделить возведению социальных объектов, акцентировал Вениамин Кондратьев. Вице-губернатор Анна Менькова рассказала, что она недавно была в Анапе и хотела бы привести город как один из немногих примеров успешной работы с инвесторами. Если мы не пойдем по этому пути и не научимся договариваться с инвесторами, с застройщиками таким образом, чтобы все-таки городам, там, где серьезная ситуация и проблемы с детскими садами, таким образом нам не помогали, мы проблему, конечно, не решим. Вениамин Кондратьев порекомендовал главам других муниципалитетов брать пример с Анапы из Геленджика, где тоже есть подобный успешный опыт работы с бизнесом. Губернатор также отметил, что в крае хорошими темпами реализуются национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы и демографии. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получено дополнительное финансирование. Он уже реализован более чем на 90%. Люди должны видеть эффект от реализации национальных проектов. По дорогам мы уже можем говорить о результатах. Все отмечают их высокое качество. И такими же темпами нужно двигаться по остальным направлениям, цитирует Вениамина Кондратьева, пресс-служба администрации курорта. Олеся Давыдова, 39 канал. Юрия Полякова наградили медалью Министерства обороны России. Ведомственную медаль главе Анапы вручил начальник технополиса «Эра». Он подчеркнул, что эта награда за плодотворное сотрудничество и помощь, оказанную в создании военного инновационного технополиса «Эра» на Анапской земле. Также медалью Министерства обороны Российской Федерации была награждена заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова. Из-за пожаров пристройки на улице Стахановской, 13, Е2, не загорелся многоквартирный дом. В воскресенье 25 августа на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании холодильной камеры, пристроенной к жилому дому. К прибытию пожарного расчета на площади 30 квадратных метров горела холодильная камера. Огонь мог переброситься на жилой дом. Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Спасено имущество на 1 миллион рублей. Причина пожара устанавливается. Также 25 августа произошло возгорание в станице Анапской. Там пожар случился в частном двухэтажном доме. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В течение получаса пожарные справились с огнем. Но в результате этого ЧП сгорела мебель и бытовые вещи на первом этаже. На втором закоптили стены, потолок и мебель. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Уникальные для Анапы мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора появились на улице курорта. Эксперимент, проведенный в сельских округах, удался. После чего и в городе установили три контейнера. Их количество будет увеличиваться. А вот куда будут вывозить эти отходы – не сообщается. Тему продолжим далее в сюжете. Далеко не все анапчане готовы к раздельному сбору мусора. Хотя, если судить по мнениям, которые жители курорта высказывают в социальных сетях, уже сегодня очень многие задумываются о будущем. В котором раздельный сбор мусора – это безусловный вариант содержания города в чистоте. И природы тоже. Мы знаем, что на то, чтобы приучить людей к раздельному сбору мусора, во многих странах мира ушли годы и даже десятилетия. А судя по содержимому обычных контейнеров, анапчане пока предпочитают собирать и пластик, и стекло, и пищевые отходы в один пакет. Хотя и совсем недавно установленные контейнеры для сбора пластика, судя по их наполняемости, пользуются большим спросом у жителей и гостей Анапы. Но уже сегодня очевидно, что своевременный вывоз заполняемых контейнеров пластиковыми бутылками организован не так, как этого хотелось бы. Впрочем, как и отходы, которые копятся неделями на улицах курорта. Олеся Давыдова, 39 канал. Анапчанин завоевал золото мирового первенства. В Казахстане состоялось первенство мира по рукопашному бою среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. На соревнованиях отличился спортсмен Анапской детской юношеской спортивной школы номер 4. Анапу, Краснодарский край и Россию весовой категории плюс 90 представлял Николай Фединович, который занял первое место и стал двукратным победителем первенства мира. Поздравляем спортсмена и его тренера, преподавателя Александра Толовского и желаем дальнейших побед. А вот о чем расскажет Черноморка своим читателям в свежем номере, вы узнаете далее в программе. Как обычно, самые интересные новости на первой странице. Анапская полиция снова прогремела на всю Россию. После ЧП на Витязевском пляже отстранили от должности начальника МВД Анапы. Казаки взяли под свою защиту потерпевшую девушку, работницу Тира на большом утрише, которой начали поступать угрозы. В Анапе на улице Протапова открыли аллею памяти. С чем не согласны журналисты Черноморки? Об этом читайте в газете. Серьезный разговор об опасностях, которые подстерегают отдыхающих в Анапе. На второй странице Черноморки здесь же поднята тема анапского общественного транспорта. Статья называется «Какой автобус нужен Анапе?». Журналисты газеты продолжают рассказывать о местных здравницах. Лечение от каких болезней могут они предложить анапчанам? На третьей странице речь идет о санатории «Мотылек». На этой же странице продолжение истории с нашумевшей дачей Сердюкова, расположенной на большом утрише, которую анапские депутаты подарили Министерству обороны, а она перешла в частные руки. Что решили соорудить на месте бывшего фонтана на углу Северной Крестьянской? Читайте на четвертой странице. Здесь же о новых победах анапских дзюдоистов и волейболистов. На страничке «Одуванчик» опубликованы народные рецепты, присланные читателями Черноморки. И, конечно, здесь же подборка самых веселых и свежих анекдотов. Внимание! Идут последние дни досрочной подписки на газету «Черноморка» на первое полугодие 2020 года по старым ценам. После 31 августа почта снова поднимает доставочные цены. Поспешите в отделение связи, обращайтесь к своим почтальонам и в редакцию на улицу Гребенская, 3. Оставайтесь с любимой газетой. Напоминаем, действует электронная подписка на газету «Черноморка». Постоянные читатели уже отметили плюсы новой версии. Они не зависят от почтальонов, получая газету в одно и то же время к утреннему кофе в 8 утра. Цена электронной версии в разы ниже. 150 рублей за полгода, 300 рублей за 12 месяцев. И еще один плюс – редакция всегда на связи со своими читателями. Вы можете отправлять свои предложения и пожелания в ответном письме. В ближайшее время сотрудники газеты смогут с вами связаться. Вы можете всегда оставаться с любимой газетой. Где бы вы ни находились – в другом городе или даже за границей – в вашем телефоне, ноутбуке, планшете. Самые свежие новости, факты, политика, журналистские расследования, комментарии. Оставайтесь с любимой газетой. Аналоговое вещание медиакомпании 39 канал не прекращается. Об этом заявил в ходе планерного заседания Госдумы заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин. В связи с переходом на цифру принято решение, что аналоговое вещание региональных телевизионных каналов не прекращается. Любой региональный телевизионный канал, который вещает в аналоге, может продолжать это делать и далее. Более того, принято решение о том, что срок действия лицензий продлевается. И поэтому действие на возможность вещания в аналоге становится бессрочным. Напомним, в текущем году Россия переходит от аналогового вещания к цифровому. Переход осуществляется поэтапно. Он начался в феврале и займет полгода с запуском в сети цифрового вещания. Граждане Российской Федерации должны бесплатно получить набор из 20 каналов. А 39 канал по-прежнему будет работать в аналоге. Олеся Давыдова, 39 канал. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды. Радио Шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон в Анапе. 5-81-18. В среду 28 августа ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Влажность воздуха 38%. Ветер подует северный со скоростью до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 21 градус. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальные информации, события и факты. Все это на сайте anapanews.com. На странице в Инстаграм, ну и, конечно же, в Одноклассниках. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова